В начале 16 века Рафаэль Санти написал картину, известную как «Дама с единорогом». Художник и представить себе не мог, что спустя несколько десятилетий, а затем и нескольких веков, новые владельцы картины будут переписывать её до неузнаваемости. «Дама с единорогом» имеет длинную и увлекательную историю. Это один из первых женских портретов художника. Для кого он был написан и кто послужил моделью, а также какой смысл должен считываться, мы не знаем. Искусствоветы всё ещё спорят друг с другом. Единственное, в чём есть сходство во мнениях, это в том, что эту картину юный Рафаэль Санти написал под впечатлением от увиденного шедевра Леонардо да Винчи «Моно Лиза». Рафаэль изобразил девушку в той же иконографической схеме и в тех же технических приёмах, что и Леонардо. Одна из чудо-сохранившихся зарисовок, которая, вероятно, является подготовительным эскизом к портрету, косвенно подтверждает это. По ней видно, что в изначальном замысле Рафаэля даже руки модели повторяли положение рук Моно Лизы. В современном варианте картины девушка в руках держит небольшого единорога – символ девственности. Согласно средневековым легендам, приручить его мог только духовно чистый человек. На пальцах девушки нет колец, включая обручальных, что необычно, так как женский портрет этого времени создавали, как правило, по случаю свадьбы. Рафаэль написал «Даму с единорогом» в 1506 году, но в середине 18 века она имела другое название – «Святая Екатерина Александрийская». И её авторство приписывали разным художникам, потому что к 18 веку её успели уже несколько раз отредактировать. Вот фото картины 1930-х годов, до того, как её отреставрировали. В 17 веке девушку решили преобразить в Святую Екатерину. Ей дорисовали плащ, который целомудренно прикрыл плечи святой, а поверх единорога был дорисован традиционный атрибут Святой Екатерины – разбитое колесо с щипами и пальмовые ветви мученичества. Кисти рук также были кардинальным образом полностью переписаны. Следующая реставрация была в 1959 году, при которой применили рентгеновское исследование. Оказалось, что до того, как дорисовали единорога, а также до разбитого колеса Святой Екатерины, в руках девушки была нарисована маленькая собачка, которая на то время символизировала супружескую верность и указывала о скором замужестве. Но, к сожалению, изначальный вариант с собачкой оказалось невозможно восстановить, потому что несколько слоев краски другого цвета, а именно единорога и разбитого колеса Святой Екатерины, очень сильно разрушили некоторые фрагменты собачки, поэтому восстанавливать ее не стали. Лицо девушки, которое было написано Рафаэлем Санти, также было полностью отредактировано. Спустя века ее лицо сделали намного тоньше и достаточно сильно омолодили. А также был увеличен объем волос девушки. Известно, что Рафаэль Санти написал только небо и пейзаж. Фигуру девушки он дорисовал только до талии. А вот рукава платья, парапет, собачку и колонны по краям дорисовали его ученики. Чуть позже на колонны и на парапет был нанесен еще один слой краски. Сегодня эта картина стала частью Золотого фонда Искусства Высокого Ренессанса. Вот только возникает вопрос, может ли эта картина считаться картиной Рафаэля? Ведь разные художники столько раз ее переписывали, дописывали и даже перекрашивали в другой цвет, что нам уже не предоставляется возможным воссоздать тот оригинальный цвет и тот оригинальный рисунок, который создал Рафаэль.